День добрый, уважаемые слушатели! Продолжим с вами лекцию на тему учет нематериальных активов, в которой мы с вами будем рассматривать основные четыре вопроса, которые указаны на слайде. Нематериальные активы — это неденежные активы, не имеющие физической сущности, предназначенные для использования в течение длительного времени, то есть это более одного года, в производстве или же реализации товаров, работ, услуг, в административных целях и сдачи в аренду другим организациям. В зависимости от назначения выполняемых функций нематериальные активы можно подразделить на следующие группы — интеллектуальную собственность, имущественные права и отложенные затраты. К интеллектуальной собственности относятся патенты, лицензии, торговые марки, товарные знаки, наименование мест при происхождении товара, ноу-хау — это могут быть и программные продукты, интегральные микросхемы, авторские, смежные и другие права, которые относятся к интеллектуальной деятельности в области производства, науки, литературы и искусством. К имущественным правам относятся права пользования, в том числе сервитуты земельными ресурсами, временного землепользования, имуществом и тому подобное. К отложенным затратам относятся научно-исследовательские разработки, опытно-конструкторские разработки и другие. В зависимости от характера использования нематериальной активы можно подразделить на активы. Первые связанные с производством, то есть это ноу-хау, права на использование производства, информация, программные обеспечения, организационные расходы, это могут быть промышленные образцы, сервитуты и другие. Во-вторых, связанные с коммерческой деятельностью, то есть это товарные знаки или же знаки обслуживания, наименование места происхождения товара и другие. Третье – это связанные с правами пользования, то есть к ним можно отнести патенты, промышленные образцы, лицензии, франшизу и другие. Далее можно рассмотреть отдельные виды нематериальных активов. Учет нематериальных активов строится на тех же принципах, что и материальных активов, то есть основных средств, аналогично учету основных средств. Во-первых, стоимость при приобретении определяется по фактическим затратам на их покупку и создание. Второе – расходы на приобретение и доходы, получаемые от них, отражаются в одном и том же учетном периоде. Доход или убыток при списании нематериальных активов отражаются в зависимости от соотношения полученного дохода, от его реализации и балансовой стоимости. Также при бухгалтерском учете нематериальных активов используются три основные понятия – это актив, контроль и будущие экономические выгоды, которые отражены на данном слайде. Поступление нематериальных активов, первичные документы, учетные регистры и синтетический учет будем рассматривать на втором вопросе. И нематериальный актив может быть приобретен на практике, во-первых, отдельно, во-вторых, через государственную субсидию и, в-третьих, путем обмена активами или же прочее. При оприходовании нематериальных активов на предприятии составляется акт приема-передачи нематериальных активов и на основании актов бухгалтерии выписывается карточка учета нематериальных активов. Поступающие на предприятии нематериальные активы оцениваются по первоначальной стоимости, которые включают фактические затраты на покупку или же создание и подготовку актива к использованию. Первоначальная стоимость формируется в зависимости от способа приобретения актива и учет нематериальных активов ведется аналогично учету основных средств. На данном слайде отражена схема учета поступления нематериальных активов. В данном случае дебитуется счет 27.30 и кредитуется при безвозмездном получении кредит счета 62.20. Если вклад учредителями в уставный капитал кредитуется счет 51.10, это может быть и создание собственными силами, то в данном случае кредитуется счет 81.10, также 29.30. Если они были получены или поступили от поставщиков, кредитуется счет 33.10 или же если в аренду, то кредитуется счет 41.50. Последующие затраты, относящиеся к нематериальным активам, они признаются расходами, если они восстанавливают основные технические характеристики активов. Если произведенные дополнительные затраты в нематериальных активов приводят к значительному улучшению первоначальных свойств актива и повышению последующих экономических выгод, их включают в балансовую стоимость активов. Согласно МСФО 38 нематериальные активы учитываются по себестоимости без накопленной амортизации или же по переоцененной стоимости или мы в некоторых случаях называем ее альтернативным порядком учета. Для цели переоценки справедливая стоимость должна определяться со ссылкой на активный рынок и переоценки должны проводиться достаточно регулярно, чтобы балансовая стоимость не отличалась от справедливой рыночной стоимости на определенную дату. И учет результатов переоценки нематериальных активов аналогичен учету переоценки основных средств. Также сумма до оценки нематериальных активов относится на увеличение собственного капитала. Согласно пункту 7 МСФО 38. Если балансовая стоимость нематериальных активов понижается в результате переоценки, то снижение должно признаваться как расход. Амортизация нематериальных активов начисляется исходя из выбранного срока полезного использования. И для начисления амортизации нематериальных активов используются различные методы. Также прямолинейный равномерный метод уменьшающегося остатка и начисление амортизации по сумме чисел. То есть кумулятивный метод. И выбор метода зависит от ожидаемой модели потребления экономических выгод актива. И данный вопрос раскрывается в самой учетной политике. Амортизируемая сумма актива с ограниченным сроком полезной службы определяется после вычета его ликвидационной стоимости. Для начисления амортизации необходим расчет срока полезной службы нематериальных активов. И при принятии на учет нематериальных активов срок полезной службы устанавливается предприятием самостоятельно, исходя из имеющейся документации сроков, установленных законодательством и договорами. И для учета амортизационных отчислений нематериальных активов на предприятии предназначен счет отдельный счет 27-40, который также называется амортизация прочих нематериальных активов. По кредиту этих счетов отражаются суммы, начисленные за месяц амортизации нематериальных активов, а по дебиту списание амортизации по выбывшим нематериальным активам. Сальдо кредитовое показывает сумму амортизации нематериальных активов на начало месяца. И кредитовые обороты по счетам подраздела 27-40 ведутся в журнале-ордере номер 10. На суммы, начисленные за месяц амортизации нематериальных активов, в бухгалтерском учете делают запись в дебит счета затрат 29-30, 71-10, 72-10 и 84-10 с кредита счетов 27-40 подраздела этих счетов. Прекращение использования и выбытия нематериальных активов. Выбытие или же мы с вами говорим снятие с учета инвентарных объектов нематериальных активов осуществляется в случае первой реализации безвозмездной передачи, списания по истечении нормативного срока службы или же срока его полезного использования, внесения в качестве вклада в уставный капитал другой организации с полной передачей имущественных прав, а также в других случаях предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Нематериальные активы подлежат списанию с баланса, если они больше не используются для целей производства продукции, либо для управленческих нужд организации, то есть в связи с прекращением срока действия патента, свидетельства, других окранных документов, в связи с уступкой исключительных прав на результаты интеллектуальной собственности, либо по другим основаниям. Доходы и расходы от списания нематериальных активов, они, конечно же, на практике бухгалтерского учета подлежат отнесению на финансовые результаты организации. И для учета наличия и движения нематериальных активов также предназначены счета подраздела 2700. И здесь можно сказать, что инвентаризации подлежит все имущества организации, в том числе и нематериальные активы. Примеры корреспонденции счетов можно увидеть на данном слайде в журнале хозяйственных операций. Спасибо за внимание. Продолжение следует...